всем привет дорогие друзья вы на канале айти доктор если вы помните когда мы рассматривали таблицы я рассказывал что раньше сайты делались с помощью таблиц то есть это был основной инструмент и с помощью них верстальщики разработчики размечали свою страницу и делали какие-то отдельные блоки именно благодаря таблицам сейчас же это довольно не актуально я бы сказал вообще не используется и конечно же не рекомендую вам этим заниматься будем делать сразу же правильно так как делается сейчас по современному с помощью тега div тег div он у нас можно сказать один из самых основных тегов которые мы будем использовать в коде это просто контейнер он ничем особенным не занимается а существует именно для того чтобы придавать форматирование через css и делать какие-то слои так называемые или блоки и разделять их на нашем сайте если мы создадим несколько элементов div давайте сделаем так то мы видим такую вот картину у нас просто ничего не меняется а появляются пять строк с такими вот текстом конечно же сейчас на данном этапе нам этот тег абсолютно не данной не дает никакой пользы но немного забегая вперед я вам скажу что с помощью класса то есть тег атрибут класс мы можем указать здесь любое название в дальнейшем мы будем его использовать и у нас еще имеется вариант использовать идентификатор это практически то же самое но у них есть небольшая разница и чуть-чуть позже я вам расскажу в чем именно и мы рассмотрим примеры давайте сейчас пока что мы сделаем такое вот напишем здесь класс мэй например а здесь контейнер теперь скопируем вот этот код и вставим в наш файл css вы видите что у нас появилось у нас появилась . main . контейнер ну и div конечно же появилось это у нас за счет плагина который мы устанавливали ранее ссылка на него будет в описании под этим видео если у вас данного плагина нету то можете его обязательно установить либо же конечно это можно сделать и вручную но с плагином это намного проще то есть первые оттуда код а здесь он уже нам вставил именно то что здесь должно быть то есть смотрите main и контейнер это у нас классы в css такая конструкция записывается через точку если мы здесь укажем идентификатор допустим new id и скопируем эту строку css то вы видите у нас появляется решетка new айди потому что идентификаторы записываются именно через решетку и теперь мы можем писать в таблице стилей стиле именно для вот таких вот классов идентификаторов и для самих тегов то есть мы можем писать для div с классом main только для него для всех остальных не будет действовать для div с классом контейнер отдельно для div с идентификатором new id и для div в целом то есть если у нас простой div без классов идентификаторов будут применяться все стили которые будут записаны вот тут вот именно для тега div в принципе на этом сегодня все у нас еще будет несколько видео уроков по форматированию а в конце после этого я сделаю для вас специальный видео урок примерно такой как мы делали меню для сайта наша очень красивая с помощью форматирования css я вам покажу как с помощью блоков div делать разметку страницы то есть мы будем создавать полноценный хедер меню слева меню справа возможно по центру будет у нас контент и снизу футер например и все это мы будем создавать с помощью дивов и это у вас уже будет разметка страницы поэтому смотрите следующие видео уроки и уже не за горами тот момент когда мы будем приближаться к созданию именно сайта с нуля сами полностью с помощью html и css а на этом у меня сегодня все спасибо за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии и до новых встреч следующих видео